Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рад приветствовать вас в очередном информационном блоке от Славянской Церкви 207 дня в городе Сакраменто. Говорю это каждую пятницу, и кажется, эта уже фраза проелась, но это искренне. Действительно, очень рад всех вас приветствовать. Хотелось бы, конечно, пожелать вам хорошей весны, приятной погоды, но у нас за окном дождь, несмотря на то, что это март месяц, и как бы по всем нашим традициям начало весны. Но здесь, в Калифорнии, весна начинается чуть-чуть позже, так что, думаю, уже очень скоро, через несколько недель, нас ждет не то, что весна, а прям лето. Так что тепла вам, любви, счастья, мира, крепкой веры в ваших сердцах и в ваших домах. Итак, о предстоящей субботе. В эту субботу проповедует нашей церкви гость Владимир Киреневич. Это особенное служение, так как он был пастором в этой церкви, поэтому для нас его служение играет особенно важную роль. Молитесь об этом служении. Также его жена будет принимать участие, она будет петь. Я верю, что это время, это служение в эту субботу будет иметь особенное благословение для каждого из нас. Также хочу напомнить, что в эту субботу после утреннего служения у нас будет членское собрание, поэтому всех членов славянской церкви я очень прошу остаться. Есть ряд вопросов, которые нам с вами нужно обсудить. Мы об этом уже говорили заранее. Ну а в 5 часов вечера в эту же субботу я приглашаю всех тех, кто хотел бы заключить завет с Господом через водное крещение в этом году. Поэтому, друзья, прошу вас, не пропустите эту встречу, она очень важная. Напомню, это будет в 5 часов вечера в малом зале. Ну а к 6 часам мы приглашаем всех на молодежное служение GLOW. Приглашаем не только молодежь, но всех, кто хотел бы вместе с ними прославить нашего Господа. Окунуться опять же в исследование Священного Писания. У нас будет спикером гость. Я верю, что это будет большим благословением тоже для каждого из нас. Хочу также напомнить, что начал свою работу Центр или Клуб социального и духовного развития сфера. В эту среду была первая встреча, было очень интересно. Мы много узнали о медицинском страховании в Соединенных Штатах Америки. И я думаю, что никто не пожалел из тех, кто пришел и вместе с нами провел это время. Хочу напомнить, что такие встречи будут проходить каждую среду в 7 часов вечера. Как я уже говорил раньше, тут есть и молитвенный блог, ну и, конечно же, есть социальный блог, который призван помогать людям, отвечая на те вопросы, которые их волнуют. Поэтому, друзья, ждем всех вас, ждем ваших друзей и знакомых. Даже если вы уже достаточно давно живете тут в Соединенных Штатах Америки, все равно есть такие детали, связанные с нашими социальными вопросами, которыми мы до сих пор не знаем. И когда мы приглашаем людей, которые разбираются в этих сферах, это всегда очень интересно, познавательно и помогает в разных вопросах. Ждем вас, еще раз напомню, каждую среду в 7 часов вечера. Приходите сами и приглашайте ваших друзей и знакомых. Хочу напомнить, что 8 марта, то есть это будет пятница, в 7 часов вечера состоится первая встреча с Юрием Бондаренко, которые будут проходить в нашей Церкви. Последующие же две встречи будут в субботу утром в 11.30, а также в субботу после обеда в 5 часов вечера. Но кроме лекций, которые он будет с нами тут проводить, будет еще возможность встретиться с ним один на один, если у вас есть такое желание. Но для того, чтобы иметь эту встречу, вам нужно зарегистрироваться, написав сообщение, в котором вы должны указать ваше имя и фамилию. Сообщение нужно отправлять на номер 916-835-8182. Повторюсь, пишите сообщение. Так как таким образом информация не теряется, человек, который ведет регистрацию, он тоже работает, и для того, чтобы... То есть не всегда может поднять телефон, но если есть ваше сообщение, то он обязательно отреагирует, поставит вас в график и даст вам знать, во сколько вы сможете встретиться с Юрием Бондаренко. Встречи будут в воскресенье. Он готов весь этот день посвятить на то, чтобы встречаться вместе с вами, дорогие друзья. Дальше. Есть еще одно очень интересное предложение. Наша сестра Лариса Калиновская не так давно потеряла своего мужа в автокатастрофе. И сейчас она готова принять к себе семью. Она сказала, что в том жилье, которое у нее есть, могут поместиться до семи человек. Это жилье она предоставляет бесплатно. Единственная ей просьба, это помогать ей чуть-чуть по дому, и там, если надо, свозить в магазин или еще по каким-то делам. Но как бы все остальные детали вы сможете уточнить с ней по телефону 909-653-3913. Живет она в городке Миранда, Калифорния. Это недалеко от океана. Красивая им местность. Так что, если у вас есть такое желание или есть такая нужда, чтобы вы могли получить бесплатное жилье и каким-то образом решить те вопросы, которые вас волнуют, то, пожалуйста, обращайтесь по телефону. Ну и плюс, она член нашей церкви. Я думаю, что это будет очень приятно вместе, вот, помогать друг другу в таких обстоятельствах. Пожалуйста, обращайтесь. Молитвенный блок. Хочу просить вас и дальше молиться за нашу сестру Лариса Подоляка и, конечно же, за всех тех, кто нуждается в физическом здоровье. Особенно тоже хочу обратить ваше внимание на нашего брата Сергея Долина. В прошлую субботу у него был приступ тахикадрии и он попал в эмержензи. Сейчас врачи стараются понять, в чем же была причина этой проблемы, с которой он столкнулся, и назначить правильное лечение. Он для нас, ну, как и все, он очень дорог, но кроме всего он у нас исполняет очень важное служение. Он ведущий программы молитва, передвигающая горы, поэтому нам нужно, чтобы он очень быстро был в строю. Поэтому, пожалуйста, молитесь, чтобы Бог его истолил, и все решилось наилучшим образом. Также хочу обратить ваше внимание на слова из Священного Писания. Это Псалом 29, 5 и 6 стихи. Пойте Господу верные Ему, возносите хвалу, вспоминая о Его святости. Потому что гнев Его длится миг, а милость Его всю жизнь. Всю ночь может длиться плач, но утром приходит радость. Чудесное обетование о Божьей милости и любви к каждому из нас. Пускай Бог хранит, поддерживает вас своей рукой. Очень рады будем встретиться с вами на нашем богослужении в эту субботу утром и после обеда, а также в прямом эфире. Субботу утром и субботу утром и субботу утром.